В здоровом теле здоровый дух. Этот слоган стал популярен еще в Советском Союзе. Тогда и стали праздновать День физкультурника. Сегодня в Карачаево-Черкесии в рамках празднования этого дня организованы различные спортивные площадки по волейболу, баскетболу, стартуют в различных эстафетах, сдают нормы ГТО и многое другое. Здесь не будет победителей и проигравших. Сюда приходят в первую очередь за хорошим настроением. Именно поэтому День физкультурника для многих остается любимым праздником. На стадионе собрались сотни спортсменов из Черкесской и других населенных пунктов республики. Кстати, этот спортивный праздник проходит на Нарте впервые после его реконструкции. В этом году мы празднуем столетие образования органа власти в сфере спорт. Так что у нас куча мероприятий. Также сегодня совпало, что коллеги с Минсельхоза подошла из эстафета до Карачаево-Черкесской республики. Мы очередное такое прекрасное мероприятие празднуем, как земля спорта. На Дне физкультурника настоящее шоу показали профессиональные мастера силового экстрима Александр Рамазанов и Ильяр Немеханов. Они продемонстрировали чудеса человеческих возможностей. Ильяр 10 раз поднял штангу весом 280 килограмм становой тяги. Еще бы, ведь он становился чемпионом мира по этому виду спорта. На Дне физкультурника показали настоящий мастер-класс спортсмены по силовому экстриму. Здесь выступают самые сильные парни в России. И вот сейчас профессиональный спортсмен поднимет почти 300 килограмм. Давайте понаблюдаем. Мы готовы, Ильяр. Если ты готов, можешь аккуратно начать подъем. Я думаю, если на два раза поднимешь, это будет круто. 280 килограммов, друзья. Есть. И еще один подъемчик. Есть. Хорошо. Аплодисменты Ильяру. Три подъема. Отлично. Опускаем. Ну что же, неплохо. Четыре. Надо передохнуть, наверное. Ильяр не хочет отдыхать. Пять. Я не слышу поддержки, друзья. Шесть. Один диск упал. Подожди, Ильяр. Сейчас его сделают. Шесть подъемов. Совершил наш атлет. Готов. Друзья, где аплодисменты? 280 килограмм. Семь. Силовый экстрим будет проходить личный. То есть участвуют женщины и мужчины. А также будут определяться командные победители. И команда победителей, мужчина и женщина, которые победят здесь, Карачаево, в Черкесии, им предоставится возможность участвовать в финале марафона «Земля спорта» в Москве, который пройдет 28-29 августа. Не обошлось и без традиционной сдачи норм ГТО, где каждый желающий смог сдать нормативы по пяти направлениям. За прохождение дисциплины участникам выдадут специальный сертификат. Все, кто желает, они могут зарегистрироваться на сайте ГТО. Официальный сайт ГТО – это фамилия, имя, отчество, дата рождения. Там присуждается каждому личный ID-номер. Если эти данные нам сейчас запишем, это все, и номер телефона берем, сохраним. Ребята, участники все сдают нормативы. Это можно сдавать нормативы от 6 лет до 72 лет. Самыми активными и веселыми на соревнованиях, несомненно, стали участники семейных эстафет. Они прыгали в мешках, попадали мячиком в ведро, перекатывали обручи. Выступаем, думаю, неплохо. Настроение хорошее, задорное. Еще одна возможность – побывать на природе всей семьей, дружно отдохнуть. Параллельно в подтрибунном помещении стадиона прошла официальная часть. Региональный Минспорт отметил всех, кто внес неоценимый вклад в развитие республиканского спорта. Спортсменов, ветеранов спорта, руководителей федерации, госслужащих и многих других. Здесь же профессиональным спортсменам присудили звание мастеров спорта России и мастера спорта международного класса. Заслуги учеников – это заслуги тренеров, получается. Без тренера никогда спортсменом никто не будет и не было такого. Так что только тренеров можно поблагодарить. Хотел поблагодарить тренерский состав. Борьба на поясах развивается. У нас уже много турниров проходят. Хороший результат у нас в республике. И по юношам, молодежи, и взрослые показывают. Наши спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. А количество жителей республики, для которых занятие спортом становится привычным образом жизни, с каждым годом растёт. И именно такие праздники влияют на положительную динамику спорта в России. Альбина Шаува, Ивар Барануков, Архейс, 24.